Лето – это время долгих приятных прогулок на свежем воздухе. Тем не менее, лето таит в себе достаточно много опасностей для наших собак. Сегодня мы разберем, какие же именно опасности скрывает в себе лето, и как сделать летние прогулки максимально приятными. В конце, естественно, наша рубрика «Удивительные факты о собаках». Факты, которых вы точно не знали. А прямо сейчас поддержите, пожалуйста, это видео лайком и подпиской, чтобы его увидело как можно больше людей. Что ж, я Марина, это Лаки. Оставайтесь с нами. Впереди только самое интересное. Первая опасность, которую таит в себе лето – это слишком высокая температура воздуха. Дело в том, что температура тела собаки выше, чем у человека, поэтому и жару собаки переносят намного хуже. Так что, если вы гуляете днем, либо ваша собака вообще живет во дворе, убедитесь, пожалуйста, в том, что днем собаки есть куда спрятаться в тень, что есть места, где собака может отдохнуть, спрятавшись от лучей солнца. И убедитесь в том, что у собаки есть чистая, прохладная питьевая вода. Пожалуйста, я вас умоляю, никогда летом, либо в другое теплое время года, не оставляйте собаку закрытую в машине, так как температура в машине очень высокая, и собака оказывается просто в сауне. Перегрев для собаки чреват очень-очень сложными, либо вообще плачевными последствиями. Я умоляю вас, обратите на это внимание и берегите своих животных. Еще одна очень серьезная опасность, которая подстерегает собак во время летних прогулок, это клещи. Они есть в любое время года, тем не менее, именно летом они наиболее активны, их самое большое разнообразие, и собака должна быть защищена. То есть, кроме основной обработки от клещей, которую вы используете, я имею в виду серьезную обработку, то есть, либо препараты медикаментозные, либо там капли на холку, обязательно должна быть летом дополнительная защита. Особенно, если вы гуляете в парках, либо вообще за городом. У собаки обязательно, кроме основной обработки, должен быть ошейник от клещей, либо вы должны использовать перед каждым выходом на улицу спрей, защищающий от клещей. Потому что поймать клеща, это не просто неприятно, это достаточно опасно для собаки. Еще одна серьезная опасность, это раскаленная поверхность, по которой гуляет собака. То есть, раскаленный асфальт, раскаленный песок, либо даже раскаленная почта, если вы гуляете в парке, либо за городом, могут причинить не просто некомфортное состояние для лап, могут сделать ожоги, которые будут очень болезненные, будут долго заживать, собака будет долго мучиться. Поэтому перед выходом на улицу, возьмите свою руку, положите ее на поверхность, по которой будет ходить собака. Если вы не можете держать свою ладонь на этой поверхности больше 10 секунд, я умоляю вас, не нужно водить по этой поверхности свою собаку. В лучшем случае собака будет как бы страдать, в худшем случае собака получит действительно серьезные ожоги и не сможет какое-то время ходить. Если вы не можете избежать прогулок по раскаленной поверхности, максимально защитите лапки собаки. Смажьте защитными средствами, наденьте носки, либо силиконовые ботиночки, либо, если позволяет габарит собаки, вообще носите ее на руках. Раскаленный песок вообще вдвойне опасен, потому что он еще и забивается между пальчиков, делает царапины и вообще собака действительно получает дискомфорт, ожог и раны. То есть я вас умоляю, перед тем, как выйти, проверьте, может ли ваша собака идти по этой поверхности и только потом гуляйте. А вообще, если можете, гуляйте по тенечку, либо избегайте вообще прогулок в очень жаркое время суток. Берегите своих животных. Любая рамка или царапина, на которую можно не обращать внимание в зимнее, либо в осеннее время года, может стать действительно проблемой в летнее время года. Просто потому что в жаре микробы, бактерии и все такое размножается быстрее, рана может загноиться. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте даже малейшие царапины. Лучше их продезинфицировать и перестраховать себя и собачку. Опасность, с которой столкнулись конкретно мы, да еще и, наверное, очень многие украинцы, которые точно так же, как и мы, находятся в вынужденной эвакуации, это смена места жительства, особенно летом. То есть здесь мы переехали в деревню, живем в частном доме в Болгарии, вместо своей любимой привычной Украины. И здесь появился такой момент, как ящерицы, жабы и ужи, которых Лаки абсолютно профессионально ловит. Поэтому, если вы тоже переехали в более дикие условия, следите за тем, чтобы ваша собака не ела ничего такого. Потому что ящерицы, особенно жабы, либо ужи, очень токсичны для собаки. Они могут вызвать либо рвоту, либо вообще серьезное отравление. Поэтому обратите внимание на то, какая живность обитает в вашем регионе, в котором вы сейчас живете, и как ваши собаки к ней относятся. Ловите удивительный факт о собаках. Не все породы собак от природы умеют плавать. Есть породы, которые нужно научить плавать. Допустим, корги, как Майлаки, когда мы его первый раз отпустили в воду, он просто пошел топором ко дну. А есть породы собак, которые научить плавать, в принципе, практически невозможно. Для украинцев это лето не будет таким, к которому мы привыкли. Тем не менее, в это сложное время я очень прошу вас, заботитесь о своей безопасности. И не забывайте о безопасности наших четвероногих друзей. Потому что сейчас они как никогда нуждаются в нашей заботе. На сегодня мы вам рассказали все, что хотели. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Не забудьте, пожалуйста, про лайки, подписку. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok